Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои самые разные питомцы, и собачки, и кошечка, и улиточки, и муравьишечки, и вообще все, кто угодно, целый зоопарк. Видите, сколько их много тут? Спокойно, мы сейчас их найдем обязательно. Я вернулась со второй смены из лагеря летнего детского звучи, где мы снимали клип с ребятами, кстати, он вышел на моем канале. И уже сегодня там вышло еще одно новое видео, но оно уже разговорное по поводу хейтеров, в общем, очень душевное, очень важное, надеюсь, вы сходите, потом вы посмотрите. Ну и на канале моих вот этих вот прекрасных волшебных питомцев тоже ролик, где я их озвучиваю, новый, наконец-то. Я согласна, лето получается очень дикое, и редко выходят ролики, я обещала больше влогов, но еще не поздно, ставьте лайк, если вы тоже хотите, вопросы, голосуйте, пишите свои комментарии, тем более вот тут они появляются, я вас люблю. И сегодня я с вами, как со своей семьей, хочу поделиться проблемой, решение которой вряд ли вы можете мне предложить, вряд ли вообще мне кто-то поможет. Моя кошка, киса Алиса, сошла с ума. Пойдете ее найдем? Очень странно, что никто не орет. Я не знаю, видели ли вы сториз? Алиса. Не в моем инстаграме, а в инстаграме питомцев, где Алиса просто ходит по дому и орет, как дикая, как сумасшедшая, просто сводит с ума всех. И если что, она стерилизована, и кричит она не потому, почему обычно могут кричать кошки и девочки, когда ждут мальчика. Конечно, как только Аня взяла в руки камеру, этот маленький монстр, разрушитель всех нервов, превратился просто в милое пушистое создание, которое спит в креслице. Да, Алиса, в креслице, которое уничтожает изо дня в день. Она еще и смеет лежать и урчать, и делать вид, что она золотая кошка. Все. Так, сейчас я всем расскажу про тебя правду. Ладно. Собаки сейчас гуляют на улице, а вот эту вот маленькую стервочку я пока что туда не пускаю. Первое, потому что я хотела снять видео и рассказать вам о том, что происходит. А второе, потому что она последний раз вернулась просто в таком кошмарном состоянии. Проблема. Мы переехали в Magic House, и кошка, конечно же, между прочим, спасенная из канализации, что значит непородистая, бродячая, кошара, конечно же, имеет уличный, беспородный вот этот вот характер. И это создание недавно вернулось с очередной своей ночной прогулки, вся просто в клещах. Грязная. Просто в таком состоянии, как будто я не знаю, где она шлялась. Если у собак, как вы знаете, осторожнее будьте, пожалуйста, клещи переносят пироплазмоз, и собака может просто умереть буквально за несколько часов, то с кошками все проще. И я лично в своей жизни не встречалась ситуации, когда кошки погибали от клещей. Когда она приходит, вся морда в клещах, вся шея, и я просто в шоке сижу их вытаскиваю, это дикий стресс лично для меня. А еще она может пропасть просто тупо на несколько дней подряд, уйти из дома и не возвращаться 3, 4, 5 дней. Сейчас в последнее время, когда закрыты все дырки под заворами, когда уже просто невозможно никуда выйти, и на это было потрачено огромное количество усилий, чтобы не было возможности выйти за территорию дома, она возвращается чаще. Но зачем, как вы думаете? Затем, чтобы поесть. Просто поесть. Она приходит такая под утро, пожрет и ложится спать, отоспится и вечером говорит, пока, мам, я пошла гулять дальше. Серьезно, я хотела, чтобы у меня была домашняя, хорошая, миленькая кошечка, которая играет дома с игрушечками, а не с мертвыми мышами во дворе, которая чистенькая, пушистенькая, может залезть к тебе в кровать и поласкаться с тобой. При том, что Алиска у нее осталась, и это она, когда иногда ночует дома, она ложится спать со мной, это очень мило, но только она чаще всего очень грязная и вся в ранениях каких-то. И самое тупое, посмотрите, бабочка прилетела, самое тупое, что вот этот вот маленький монстр сейчас выставляет меня сумасшедшей, потому что вы бы видели, что здесь происходило сегодня утром, когда я собралась снимать это видео. Она ходила и орала несколько часов подряд без остановки, и я очень сожалею, что я не взяла камеру в тот момент и не сняла то, что она творила. Алиса решила притвориться миленькой кошечкой, которая просто лежит и умывается на креслице, и поэтому мне придется за нее это изображать. В общем, она просто стояла около какой-нибудь двери и говорила... Мяу! 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 И такой ее никто не видит. И все видят, что нормальная кошка, все, ок, лежит себе дома в кресле. Но нет, ребята, поверьте, это не так, это заговор. Меня просто так бомбит от этой ситуации, что, возможно, я не очень последовательна. Конечно же, мы переехали в Маджикау загородный дом, и она хочет тусить на улице. Она там ловит мышей, ей там интересно. Там столько всего происходит. Она там убивает птиц и насекомых, и вообще всех убивает. У нас очень много землероек. Это такие, типа, тоже мышки какие-то. Она их ловит, играет с ними и убивает, приносит на крыльцо пачками. И да, она кошка, ей хочется это делать. Но есть один нюанс. После вот этих всех своих похождений ночных и дневных пропаданий из дома, она возвращается вся в клещах, в каких-то ранах, вся в каких-то колючках. Приходится эти колючки из нее доставать, причинять ей боль. Конечно, ей это не нравится. А сейчас она делает вид, что она милая домашняя кошка и совсем не сошла с ума. Совсем не орет целыми днями и не просится на улицу. И как только ее, ну, она понимает, что ее не выпустят на улицу, пока она не залечит все свои раны и не придет в порядок, не отъестся, потому что иногда, когда она пропадает на несколько дней, она приходит худющая вообще, как не знаю кто, она начинает так трешить. Она берет и обдирает новую, красивую, недешевую мебель. Чтобы вы понимали, это не та кошка, которая всегда это делала. Она это делает только когда психует. Потому что у нее есть когтеточки, и она прекрасно умеет ими пользоваться. И я знаю, что она делает вот это вот все только когда ее что-то бесит. Она как будто мстит. Короче, вот ее несколько когтеточек, и она прекрасно ими пользуется. Но как только она начинает психовать, она начинает драть просто все кресла по всему дому. Ситуация абсолютно безвыходная. Она повзрослела, она стала независимая, и ей хочется ходить, бродить. И в конце концов, я боюсь, что когда-нибудь она просто не вернется. Но, скорее всего, выход один. Дать ей жить своей собственной независимой жизнью. И постоянно вытаскивать из нее клещей, и залечивать ее раны, и отпускать снова на улицу. Потому что другого варианта нет, иначе вот два дня, сколько она дома, это вынос мозга. Только когда я взяла камеру в руки, она сделала вид, что она милая домашняя кошечка, да, Алиса? Ну что, пойдешь гулять? Как только я открою дверь, все, мы ее потеряем. Все, я ее выпустила на улицу сейчас. А потом люди будут смотреть канал и спрашивать, где киса Алиса? Ребят, больше не спрашивайте. Теперь вы знаете, что если киса Алисы в видео нет, значит, ее нет дома. Потому что это невозможно. Она сейчас пойдет куда-нибудь, и все, я ее не славлю, пока она сама не решит вернуться домой. Как вы смотрите на то, что я сниму видео, как она гуляет? Может быть, прикреплю к ней камеру, или пойду с ней, буду ходить за ней хвостом и сниму то, чем она занимается на улице. Ну что вот ты делаешь? Что там такого? Что вот там интересного? Скажи мне, а? Алиса, 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 ну среагируй на меня, ну Алиса. Эй, Ван. Ладно. Эй, Ван, Юми, Пупсы, Софиша. А где опять Мишаня? Вот она наша Мишка, греется тут на солнышке, хотя, по-моему, сегодня жарковато. Все пришли. По поводу Юмичу, ребят. Помните, я снимала ролик, где я говорила о том, что она уже девочка взрослая у нас, взрослеет. Так вот сейчас у нее на днях начнутся, ну, вы понимаете, да, женские дела, то есть течка, как это у собак называется. И можно ее вязать, то есть найти ей мальчика, чтобы они сделали детей, щеночков маленьких. Многие из вас говорили про то, что они бы хотели увидеть щенков Юмичу, а я говорила, что я в растерянности, потому что либо ее нужно стерилизовать, либо рожать. Потому что для здоровья собаки лучше либо тот вариант, либо другой, ну, как бы просто оставлять ее вот не стерилизованной, не рожавшей, лучше так не делать, потому что может случиться что-нибудь, как с Софишей. Она заболела, вы помните. Поэтому, возможно, в ближайшее время я уже окончательно приму решение и сниму ролик о том, как мы будем искать мужа ей. Либо же мы будем ее стерилизовать, и я покажу, как это происходит у таких вот песиков. Хотя у всех собак это происходит, в принципе, одинаково. Посмотрите на этот пирожочек, блин. Из-за того, что солнце светит, она глаза толком открыть не может. Я всегда так умиляюсь, когда Юми ест траву, потому что, в отличие от всех, она делает это так как-то нелепо, боже. Она все ест очень смешно, наверное, потому что она пирожок. Она так чапкает. Все, Алиса убежала, и я не знаю, когда она теперь вернется, ребята. Такова жизнь в загородном доме с кошкой. Может быть, у вас не такие кошки. Расскажите, мне будет интересно очень почитать ваши истории. Кстати, наша стеклянная комната подходит к концу ее строительства, и она завершается. Если хотите, я ее вам покажу. Ну и увидимся скоро в новых роликах. Переходите по ссылкам на новые видео на других каналах. Пока!